Фиалка Владимир Абрамович, исследователь Байкала, кандидат географических наук, организатор и директор Байкальского музея Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук с 1993 по 2019 годы. Вопрос все-таки изменения климата. Насколько вот эти тенденции критичны, по крайней мере, для Байкала и для планеты? Нет, смотри. Значит, изменение климата будет продолжаться. Я уже вам рассказывал, почему это происходит. Это происходит каждый, я еще раз повторюсь, 25600 лет. Значит, максимум потепления, сейчас идет потепление, мы находимся на этой части потепления. Максимум потепления будет через тысячу лет. То есть тогда, сегодня можно сказать, маловедниковый период. Поскольку ледники существуют на Земле, это еще не закончилось. Вот он закончился, вся вода, уровень поднимется. А сегодня, да, мы вот последний, более или менее серьезный, закончился 5000 лет назад. Уровню мирового океана тоже 5000 лет. Это все связано. Нельзя рассматривать Байкал, да, в отдельно от всей мировой системы. И поэтому здесь и будет идти потепление. Мы, как люди, все-таки у нас есть, чем мы отличаемся от всех остальных животных. Мы можем создавать материальную среду и о себе таким образом позаботиться. Так надо думать о том, чтобы, да, перестать строить в низинах. Ведь раньше почему? Вот сейчас катастрофа была в Туне. Вы понимаете? Раньше, да, строились, без воды жить нельзя. Копать сильно глубокие колодцы тоже строят. На берегах реку, потому что это и были, кстати, и пути сообщения. Это же дороги были на самом деле. Вы знаете, что до революции нашей ходил пароход от Красноярска до Верхнеудинска. То, что сегодня называется Улан-Удэ. Был сквозной рейс. Он ходил, да, его там на порогах разгружали, перевозили, потом опять его проводили, разгружали, и он шел. Вот такой вот, понимаете? И более того, а как сюда вообще попали? Ведь шли же, в общем-то, на лодках, на кораблях. И были эти самые волоки, так называемые. Где, знаете, на водоразделах близко реки. Одна в другую, одну сторону, другая в другую. И вот на этих местах находили эти места, где они наиболее близко. Там или канал прокапывали, или просто волоки делали, перекатывали эти. Вы понимаете, что Беринг свои корабли строил у нас на Ушаковке. А потом их вот таким образом доставили на Тихий океан. И у нас же было Адмиралтейство. Вот в чем дело. Поэтому история, да, показывает, что здесь нельзя это забывать. И это, вот сообщи. А сегодня, конечно, поскольку идет потепление, и воды будет больше, на самом деле, будут таять. Надо переходить на более высокие сна. Какие проблемы? Сегодня все для этого есть. И воду тоже добывать. Сегодня бурить можно что угодно, и с как угодно. Потому что сегодня бурение на 10 километров уже не представляет никакой проблемы. Вот в чем дело. И, кстати говоря, это же касается, если мы уже заговорили, да, во всем, об этой экологии, и энергетику. Значит, смотрите. Вот никогда не задавались вопросом, а зачем нам нужна атомная энергетика, и вообще жечь леса все. Когда у нас над головой солнце расплавленное, а под ногами расплавленное ядро. Да, ну мантия, во всяком случае, она жидкая. Это уже не такая большая глубина. И был проект этот МОХА, бурение с чего началось, в океане и везде, когда. И вот теорию плит подтвердили, и на Байкале проводили это бурение, тоже я участвовал в этом. Понимаете, выяснилось, что средняя температура Земли просто за счет давления, за счет того, что там близко, не так далеко, этот нагрев идет весь, расплавленная часть, тысяча метров, один километр, всего лишь, да. И если, ну, где-то больше, где-то меньше, если вы сделаете такую скважину, и подадите туда теплоноситель, получите пар, все, вам не надо будет ни лэпы тянуть, ни электростанции строить, и не греть территорию планеты. Как мы греем Сибирь сегодня этими дурацкими трубами, да, мы же больше греем Сибирь, чем свои дома. Какие бешеные. Вот я вам скажу, вот мы в этом плане, да, такие передовые, значит, есть такой тепловой насос, он называется, да. Мы используем тепло Байкала, допустим, Байкальская вода, 4 градуса. В тепловом насосе она, ну, это как кондиционер, знаете, как у холодильника, да, одна сторона внутри холодная, а там горячий, да. Так и здесь. И у нас на наших радиаторах 65 градусов в результате. Энергии на это расходуются, максимум 20 киловатт на все здание. Строитель говорит, не может быть, у вас должно быть по нашим нормам расход энергии 300-400 киловатт. Ну, ребята, понимаете, и таким образом мы экономим в 6,5 раз деньги на отопление нашего здания. Вот у нас такая система, у нас, ну, воду мы подаем, потому что она нужна для аквариума, в глубине 400 метров идет вода. Потом она проходит через тепловой насос, отдает там 3 градуса всего. Разница. Разница, да. Остальная идет обратно. И мы таким образом не имеем никаких проблем. Мы бы уже давно прогорели, вообще не выдержали бы этого, платить такие деньги за отопление. Вот, пожалуйста. У Василия Ивановича как раз тоже такая система, да, насколько? У Василия Ивановича мы ее сделали, насколько там он, у него там и то, и другое, и третье, по-моему, у него недоработано. Там есть проблема. Значит, когда вы такую трубу прокладываете, вам надо, чтобы насосы работали постоянно. Иначе, как только вы остановили, она начинает зарастать. То есть эксплуатационная культура должна быть? Конечно. И, конечно, ничего не надо было бы ему. А он там сделал и газовое, там у него все варианты. Ну, нет, у нас только это. И вот таким образом мы отапливаем себя и, в общем-то, выживаем. Потому что вот сегодня, вы представляете, у нас в прошлом году было 200 тысяч посетителей, а в этом году никого. Ну, а тем не менее, люди же должны получать зарплату хотя бы. Я уже не говорю о нашем дальнейшем развитии, потому что все равно мы думаем о развитии, о том, чтобы нам все-таки Байкал должен иметь такое учреждение, которое бы представляло Байкал, учреждение мирового уровня. И мы это называем, я потом вам там покажу, можно будет снять, научно-просветительский комплекс Байкальский музей естественной истории. И здесь тогда будут и, ну, во-первых, экспозиции будут, там, в больших залах, значит, на большей площади. И аквариумы будут, знаете, объем, средний объем аквариума 160 тонн получать. И подводный зал, там 250 квадратных, потому что мы хотим построить здание прямо на воде, на свае. И там подводный зал будет, и вокруг вас будет Байкал, и там все, может быть. И помимо этого еще будет центр водных ресурсов, и академия Байкаловедения, потому что в этом плане Байкал имеет очень большое фундаментальное значение для понимания того, что происходит на земле. Здесь Байкал, вот, кстати говоря, такое место, где, если мы уж говорим о том, что там человечество влияет, наименьшее влияние человечество он испытывает. И поэтому еще можно в этом разбираться, как это все было или есть в естественный период жизни природной среды. Здесь вот у нас карта Байкальской природной территории. Вообще, сами государства и границы определялись же всегда по водным каким-то артериям, да? Это была естественная такая преграда, либо там горы, крипты. Ну да, нет, но тут по водоразделам. Вот в этом отношении, условно говоря, создание какого-то действительно байкальского региона, может быть, укрепнение, оно могло бы сыграть какую-то свою роль вот сейчас в защите Байкала? Значит, дело вот в чем. Вот я не очень люблю эти слова «защита Байкала». Мы должны вообще всю землю защищать. И не нужно думать, что на Байкале, мы же живем здесь, мы какие-то особенные, а там, значит, можно, чтобы люди просто от этого умирали. Вон, смотрите, что сегодня на Камчатке творится, да? Это же не случайно, и это уж точно не природная катастрофа. А что там было, кто там знает? Вот же беда в чем. И нельзя так относиться. Это, кстати говоря, я вам скажу, ну это не беда, не беда, но когда у тебя большая территория, то много карманов есть. Когда маленькая территория у государства, там хочешь не хочешь, а надо всем заниматься. А тут можно, там бросить, там бросить, там. Тем более, что у нас еще же огромная проблема есть, как говорится, масштаба серьезного. У нас 62% территории находится в зоне вечной мерзлоты, и вырастить там что-то конкурентоспособное, да, с тем, что выращивается южнее, где нет вечной мерзлоты, значит, очень сложно и дорого. Я уже не говорю про транспортные, да, про связи, сколько мы при этом. Это все надо, и надо делать. У нас транссиб наш построен, когда? 120 лет назад. С тех пор, как скорость, если мы сегодня бы рядом с транссибом построили такую дорогу, как, скажем, Париж-Леон, или там Хикари в Японии, да, то от Москвы до Владивостока можно было бы заехать за 18 часов. Так что это не проблема сегодня. И это надо делать, иначе это мы все время будем, что мы догоняем, понимаете? Вот в чем дело. Это главное. Вот это, да, нужно современные технологии, чтобы везде были именно современные технологии. И тогда, да, изменится многое, конечно. Здесь у вас экспозиция про исследования Байкала. Да, это история исследования Байкала. Вот начинается, видите, как Байкал выглядел? В общем-то, довольно правильно нарисовано было. Да. Вот, 17 век. Вот, понятно, что исследование началось в Российской империи. Конечно. А как высшее руководство государства относилось вот к таким исследованиям природы? Я вам говорю. К уникальным объектам? Нет, ну, вы поймите, что любой государственный руководитель, особенно когда у вас монархия, которая считает, что он тут будет на многие века, хочешь не хочешь, а будет думать, что у него в стране происходит, и будет, и хотя бы захочет узнать, вообще из чего состоит его территория. Вот первые карты начали делать, в общем-то, не так давно, правда? И таким образом стали выяснять, и кто там живет, и кто. Потому что эта территория, я уже сказал, почему она была всегда так мало заселена, потому что здесь вечная мерзлота. Не надо думать, что здесь кто-то кого-то убил, или кто-то кого-то куда-то не пускал. Эти все теории Загорова такая чужда, Господи. На самом деле это объективная вещь. И поэтому здесь, я вам скажу, даже на территории европейской части за последние тысячи лет было больше 360 бедственных и неурожайных лет. Вы представляете, какой смысл? И там поэтому никогда вообще-то серьезной экспансии из Европы сюда и не было. Потому что они там по сто лет войны дрались за эти клочки земли, потому что там земля благодатная была. А здесь, я первый раз, когда это было в 95-м, да, в 95-м, в 96-м году, в 96-м, полетели мы с выставкой нашей в Австрию в октябре. Конец окна, вот сейчас, конец уже октября. А я вообще сюда приехал из Харькова, с Украины. Я знаю прекрасно. Я фактически там в школе учился, ну, вырос. Так, меня поразило. Австрия вроде тут же, почти одна широта, да, с Украиной все. Но Украина уже все давно замерзла и заброшила. Все, что убрали, то убрали. А там убирают второй урожай кукурузы. Не технология, а теплее просто. Климат другой. А здесь вообще была территория. Тут жили, да, ну, кочевники, потому что то, что вот ты можешь в тайге поймать или где-то, и съесть, и больше ничего. Вырастет здесь урожай какой-то очень приемлемый. Очень сложно и очень тяжело. Одно, наверное, из самых таких спорных событий в истории Байкала в советский период – это строительство цивилиозо-бумажного комбината. Вы понимаете, да, там тоже, понимаете, проблема. Она, это мы напрасно думаем, что вот сейчас возникла коррупция. Я уверен, больше, чем на 100%. Дело вот в чем. Значит, да, цивилизо-бумажный комбинат. Ну, тогда же кто спрашивал, да? А, ГЭС построили, уровень подняли в Байкале. Кто там, кого там занимала тогда эта экология? Или то, что здесь у нас Листрянки? Листрянки же улица была, вот эта улица Горькая, она двухрядная была. И там еще были участки земельные. Потом, когда подняли уровень, улица стала однорядной, и людей переселили в эти распадки. Тогда чего переселять людей? Никогда там не жил никто. Вот у нас сегодня в Крестовке на 10 градусов холоднее, чем здесь. Пусть сайте зимой. Вот в чем дело. А сегодня там все застроено и заселено, и вроде мы как-то энергию уже себя обеспечиваем. Но, тем не менее. Но это, опять же, очень опасно, потому что сейчас маловодный период. Придет большая вода, там мало никому не покажется. Это будет хуже, чем в Турне. Вот в чем дело. Поэтому там никто и не жил. Отдельные там были дома и все. Потому что холодно. А здесь жили все. Вот вдоль берега Байкал. Вот в чем дело. Поэтому в этот период и комбинат построили. Комбинат построили, потому что, вы понимаете, даже самый главный руководитель, он опирается на чье-то мнение. Он же сам не может все знать. И вообще, вы знаете эту известную пословицу, что чем выше должность, тем выше уровень некомпетентности. Известные вещи, тут даже не надо удивляться. И Никите Сергеевичу тогда вот они решили. Да, на Байкале чистая вода. И мы будем получать этот корт супер-супер. И об этом, о том, что там еще ракетное топливо делалось, тоже никто не говорил. Но на самом деле это тоже цулулозы. И такое количество его просто не нужно было. А супер-супер нужен был, потому что скорости самолетов возрастали, посадочные скорости военных самолетов возросли. И не выдерживали колеса. И тогда вот этот самый, придумали этот цулулозный корт этот супер-супер. И чтобы здесь его, и вот здесь поставили тогда этот корт. Во-первых, он очень далеко от ближайших противников. Во-вторых, здесь очень чистая вода, и мы можем экономить на предварительной очистке. Что оказалось, вообще-то говоря, неправдой. Более того, ну и тут же леса у нас огромные. Купили технологию, я не помню, в Финляндии или в Норвегии, но там. И когда начали здесь применять, вдруг выяснилось, что эта технология вся скандинавская, она не на сосне, на осине и на березе. Они не смолистые, там совсем другая химия. А здесь-то их нет. Здесь даже возникли тут такие проекты по выращиванию лесов березовых и осиновых. Особенно осиновых. Ну, для комбината. Понимаете? И они боролись-боролись, они несколько раз супер-супер сварили, но в целом у них так и не получилось. Вот в чем дело. И вот так оно вышло. Это вот беда. Более того, значит, когда этот весь шум поднялся, вот профессор Кожов тогда, Михаил Михайлович занимался этим, я там так разучился, и он у нас выступал в университете, вот Михаил Михайлович Кожов будет в декабре, ему будет 130 лет, мы будем отмечать здесь. Так что, вот, обязательно. Он первый учебник «Байкаловедня» написал. И он очень активно выступил против этого. И у нас, я помню, было комсомольское собрание университетское, и пришел, я запомнил даже, второй секретарь обкома, Коцуба его фамилия была, и называл Михаила Михайловича вредителем, который мешает нам строить коммунизм. И больше, и меньше. Представляете? Он вообще очень отважный человек, он отважился выступить с такими заявлениями, потому что у него биография была, он и Белой армией служил, потом он перешел. Ну, в общем, тут, ну, как-то ему удалось избежать всех этих самых арестов и прочих вещей. Поэтому вот, и тем не менее, вот он, да, выступил очень активно. И фильм тогда, помните, был «Озеро», там же он, там, да, Жаков его играет, и его дочь, Ила Белохвостикова играла, Ольгу Кожеву. Это все реальные были люди. И-то она принималась, такое количество разных решений. Ну и что? Бумага, она все вытерпела. Он как работал, так и работал. А там, понимаете, в результате, да, они построили очистные сооружения, но они были запланированы. Я с Сиби Прабуми студентом, когда был, работал там, подрабатывал и хорошо познакомился там и с проектировщиками, и с гидрологами. Вот, и они, все это было запланировано. Причем там очистные сооружения примерно 20% стоимости комбината составляли. 9 километров. Там действительно сбрасывалась чистая вода. Но шума было много, потом еще Григорий Иванович Галазий тут к этому подключился, все это. Там мы ничего не сделали. Они не сделали очистку газовую. Труба эта. У нас здесь даже запах был, этого метилмеркоптана, представляете? Доносило к нам все. А там вокруг что творилось. И помимо метилмеркоптана, там еще была серная кислота. Там у начальника, или как он там, гидромедстанции, директора, была машина. И он там ее ставил, а потом стал ставить, закрывать. Говорит, как капнет сверху, так прожигает краску. Ну да, металл. Вот так. Вот такая история была этого комбината. И он, вообще-то говоря, потом в долгое время убыточный был. Но там делали что-то такое, без чего нельзя было обойтись. Знаете, как у нас считалось тогда? Вообще экономика была очень интересная. Сталин как считал? Завод стоимости не имеет. Станук имеет. А завод, он нам нужен, он стоимости не имеет. Поэтому тут вопрос такой был. Гидроэнергетика. Да. Ну вот. А про гидроэнергетику разговор, да, разговор, вернее, велся давным-давно, еще больше ста лет назад. То есть всегда было понятно, что гора в этом плане, да, может дать много энергии. И таким образом можно строить гидроэлектростанции. Но при этом сегодня бы, наверное, уже подумали. Ну, во-первых, сегодня есть много других способов. А так казалось, как? Вода нам будет бесплатно крутить колеса, и мы будем получать столько энергии. Хотя выяснилось, что эксплуатация этих электростанций стоит даже дороже, чем обыкновенные тепловые станции уголя. Вот в чем дело. Там все очень сложно. Но тем не менее, вон их сколько, ГЭС построили, и они работают, дают большое количество энергии. Сегодня нужна она или нет, вопрос большой, потому что у нас сократилось значительно все это производство. Ну, что же делать? Знаете, экстенсивная экономика тогда это называлась. И поэтому, конечно, ну, видите, красивые какие вещи построены были. Более того, смотрите, построив вот эти глухие плотины, понимали тогда, что вообще-то говоря, мы отрезаем Байкал от океана. Когда-то это все равно скажется. И было тогда, они тогда считали, решили, что через 25 лет мы к этому вернемся и построим шлюзы, и построим обходные. Сколько лет уже прошло? с 1-й ГЭС, да? С 56-го года. И никого даже сегодня и планов никаких нет. Строительство шлюзов там или обходных этих путей. Нету. Все. Беда заключается в том, что когда вы принимаете какие-то решения, нужна подробная, четкая информация. Если бы она была с самого начала, да, сколько нужно, какая полоса нужна, так, я думаю, никто бы не возложил, потому что я еще когда строился БАМ, мы участвовали в этом, на севере там обследование делали. Я бывал на коллегии в Министерство транспортного, когда оно называлось, их объединили, и железные дороги, и автомобильные, Министерство транспортного строительства называлось. И там этот вопрос рассматривался. И там обсуждались вопросы, связанные с Транссибом. Почему еще нужен был? Потому что на Транссибе, они говорили, есть многие участки, которые нужно просто списывать. И давно уже надо было построить параллельно еще одну дорогу. Ну вот, сегодня вроде как, наконец-то опять, ну что бам-бамом. Это такая вещь. А здесь все-таки, и интенсивность, я вспоминаю, мы на облеты летали, когда Байкал, летишь когда, да, вот вокруг Байкала, на южном, там поезда, как будто друг за другом стояли. Обе стороны. Вот такая интенсивность была. Сообщение с Дальним Востоком. И это необходимо, и вообще, какая жизнь без развития инфраструктуры. Если мы собираемся, да, на Байкале, развивать, туризм тот же самый, ну как же, дорогу надо, энергию надо, много чего надо, тогда это будет все, и это не значит, что это будет плохо, и это будет. Вон, великая Аппалачская тропа, да, по Аппалачам в Америке, там в год проходит порядка 8 или 9 миллионов человек, больше, больше 10, и ничего. Вот мы для этого построили наш дендропарк, то есть вы пойдете, посмотрите, у нас там дорожки подняты все, и там хоть миллион человек пройдет, никакого вреда. В природе, тем более, что у нас, она у нас очень иронимая, у нас культурный слой, так называемый, вот такой тоненький, все мы там 1 сантиметр, 2, а дальше все уже, глина-то. И поэтому, это очень важно, не надо вытаптывать, вытаптать все легко, вам песчанку, как вытаптать, потому что не было сделан нормальных дорожек, нормальных, люди ходят, кстати говоря, по хорошим дорожкам, никто просто так ходить, по степняку, как говорится, или по тайге, не будет. Вы когда-нибудь были в тайге, увидели, что там ходить невозможно, это там ветровал, там все это, за ней надо ухаживать, следить, и не будет тогда этих пожаров совершенно. Все это самое простое, списать все на людей, а там просто, как говорится, и лесной пожар, понятно, когда там людей нет, ничего не было, ну и горело, и горело себе. Я бывал на таких жутких горях просто. Ну что делать? А сегодня-то все-таки надо следить, и зачем это нужно. И лес, и есть лес, это наши легкие, с одной стороны, с другой стороны, это же и большая часть, без которой мы обходиться не можем просто. Смотрите, если бы мы занялись нормальной переработкой, как сегодня, этим занимаются уже во всем, во многих странах мира. Вот Швеция, например, у них там тоже с мусором было плохо, они построили заводы по переработке, переработали весь свой мусор, вновь поступающий, там не хватает даже процентов на 20 загрузки, и теперь со всей Европой вывозят мусор. И это очень выгодно, это у нас почему-то, но это потому, что у нас устроена так система банковская. Невыгодно. Вы же представляете, что вам сырье привезут, еще заплатят, чтобы вы его взяли. Не надо ходить в лес, его пилить, не надо рыть землю, добывать. Все это много раз можно перерабатывать. Из тонны полиэтилена можно получить 600 литров топлива. И не надо запрещать тогда политику. Просто собирать нормально надо научиться. А чтобы научиться, что значит научиться? Просто нужно, чтобы система была такая, чтобы это кому-то было выгодно, и все. И оно само собой все это решится. И в каждом населенном, знаете, сколько в Китае сегодня вот таких перерабатывающих предприятий, которые создают, это называется, биотопливо? 50 миллионов! Я когда прочитал эту цифру, я просто обомлял. Представляете? Вот, китайцы, молодцы. Правильно. А у нас столько, по-моему, на одних захоронениях уже можно разработки делать, вести, и не надо никуда ходить, и ничего пилить. И ничего копать. Все есть. Столько всего накоплено. Ну, поэтому это... А современная жизнь, она все равно это диктует. Все равно так и будет. И отношение к нефти, да, все, она уже как энергетический ресурс. Я же говорю, сегодня делайте скважину, и получать, и каждый дом может быть не... Вот мы, да, у себя, наш музей, абсолютно независимы в этом плане. Энергии мы потребляем в мизер. Была бы эта штука возможность, мы бы вообще сделали вообще замкнутую систему, и все. И если бы нам вода не нужна была, мы бы поставили на крышу рекуператор, и сейчас многие их ставят, да? Видели, да? И все, и у вас замкнутая система. Тепловой насос, и я у товарища моего, вот он себе сделал дома такой, я говорю, ну как зимой? Ты знаешь, говорит, там у меня в рекуператорах ниже 10 градусов никогда не бывает. Даже в самые лютые морозы. Вот, пожалуйста. Света, солнца у нас хватает. Просто надо грамотно все это делать. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok